В Владивостоке подводят итоги саммита Россия-КНДР. Это была первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Три с половиной часа длились переговоры, два из которых лидеры беседовали с глазу на глаз. Ситуация на корейском полуострове, двусторонние отношения. Как рассказал президент после, разговор был обстоятельным. Репортаж Натальи Юрьевой. Это первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, поэтому первый же вопрос российскому президенту, какое впечатление у него сложилось от лидера Северной Кореи и доволен ли он переговорами. Итогами переговоров мы все довольны. Я и мои коллеги, представитель Ким Чен Ына, человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию всем вопросам, которые были в повестке дня. Мы с ними говорили очень подробно. Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник. Основная тема встречи, безусловно, динуклеаризация корейского полуострова. Саммит Россия-КНДР прошел через два месяца после провальных переговоров Трампа и Кима, когда выяснилось, что штаты требуют от КНДР многого, но при этом не обещают ничего. В частности, не готовы к послаблению санкций в ответ на шаги по динуклеаризации, да и конкретных гарантий безопасности в случае разоружения Северной Кореи не предоставляют. Самое главное – нужно восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право, определяют положение в мире, ситуацию в мире. Корейской народной демократической республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. А какие это могут быть гарантии, кроме международных правовых? Если будем двигаться постепенно, с уважением, относясь к интересам друг друга, в данном случае, имея в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы или динуклеаризации корейского полуострова, то добиться этой цели в конечном итоге можно. Владивосток – знаковое место для переговоров лидеров России и КНДР. Это ближайший крупный город границы Северной Кореи. Отсюда до нее почти 300 километров. Кстати, именно там находится самая короткая пограничная линия нашей страны. Всего около 40 километров. В самом начале встречи Ким Чен Ын подчеркнуто назвал нашу страну дружественным, великим соседом. Я очень давно, по-моему, мечтал с вами встретиться лично. Мы вроде согласовывали давно. Встреча в узком составе с глазу на глаз продлилась в два раза дольше запланированного. Не час, а два. Я помню свой визит в вашу страну. Ваш отец был одним из инициаторов подписания основополагающего договора, договора о дружбе между нашими странами. Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит дело в развитии двухсторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что может сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сейчас происходят. Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений. Ну и, конечно, в двухстороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов. Я надеюсь, что наша встреча будет полезна для укрепления отношений между нашими странами. Сейчас ситуация на Корейском полуострове вызывает интерес во всём мире. Наша встреча позволит обменяться мнениями о ситуации в регионе и работать вместе для её нормализации. Надеюсь, что наш обмен мнениями будет сегодня содержательным. Спасибо. Спасибо вам. Интересно, что на переговорах в расширенном составе корейской делегации была в два раза меньше, чем российская. Четыре человека. Зато личных фотографов и операторов в избытке аж восемь человек. И практически целая армия тех, кто следит за чистотой всего, к чему прикасается товарищ Ким. Так северокорейская охрана со спиртом протёрла стул, в который должен был сесть их лидер. По завершению переговоров лидеры обменялись подарками. Владимир Путин подарил коллеге набор стаканов и подстаканников для путешествия в бронепоезде. И шашку. А Ким Чен Ын преподнёс меч, который, по его словам, олицетворяет силу и душу его народа, который поддерживает российского президента. Общение продолжилось на торжественном приёме. По улыбке лидера КНДР было понятно, концерт ему по душе звучали и корейские мелодии, и, конечно, российские. О ходе прошедших переговоров Владимир Путин проинформирует Си Дзиньпина. Китайского коллегу он увидит уже завтра. И американскую сторону, как рассказал российский президент, поднять волнующие КНДР вопросы попросил сам северокорейский лидер. Буду ждать следующей встречи с вами. Будем в контакте договорились. Покидая корпус Дальневосточного федерального университета, Ким Чен Ын до последнего махал рукой на прощание из открытого окна. Наталья Юрьева, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов, Марина Елисеева и Денис Воронцов. Первый канал. Владивосток.